Всем привет! Сегодня был Амрей Бо. Многие просили сделать видео про рыбалку. Сейчас все покажу как происходит. Это Марьян, наш электромеханик. Сейчас он покажет как ловить тунца на самодух. Субтитры сделал Dima. Как говорит Марьян, нужно тянуть быстро, тогда клюнец видит, что жертва боится его и он начинает ее атаковать. Так он более плотно ловится. Субтитры добавил субтитры, но не успею, но субтитры добавил субтитры. Полепильцы уже наладили, чик чистит, позже покажу как он это делает. О, вроде Марьян, сейчас посмотрим что там. Таких небольших клюньцов ловим, вес пару килограмм. Ловится на блесну и сама дурь, чуть позже все покажу. Марьян. Вот так выглядит тунец. Посмотрим сколько поймаем сегодня. Есть часть по миру замариновать и часть засолить. Почему-то размеры небольшие. Средиземное море мы ловили в среднем по 7-8 килограмм они будут. А здесь в Атлантике, возле Анголы, что-то как-то не прет. Тем не менее лучше, чем ничего. Так вообще, насколько я знаю, тунцы вырастают до полутонны. Ну это, наверное, какой-то особенный вид тунцов. В рыбе я не силен, к сожалению. Ну у нас такие экземплярчики. А так эта рыба очень вкусная. Сейчас Марьян цепляет новую блесну. Это Самадура и это какой-то фосфорный шарик, чтобы было видно в воде. Здесь у него грузик с блесной. С обеих сторон большие крючки. Идя, где мои мои Кубки, выручем в сом. Идя, ты увидел ниже. О, я не могу. Кукуверно. Зампляра. О, я не люблю, а я не люблю. Рука на высока. О, я не люблю. Ту-е. В качестве, как я понимаю, обыкновенная ложка из нержавейки. Как видите, никакие спиннинги здесь не нужны, просто леска, самодуры, грузик, блесна и пару крючков. Субтитры создавал DimaTorzok Пошел Роменик, сейчас дело пойдет. Сейчас Роменик сделает самодуры и покажет нас открыться. Вот, все-таки их подмышим к орешкам. Фольгу беру. В качестве самодуры использую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень сильно красный, прям темный. Громиник сразу два цепанули. По мелочи не берет. Вот это вот, смотрите. Три ладошки. Ищущий волобастер. Попустую. Человаром. Да. Кармела что-то тащит. Небольшой пенец. А я понял, у рыбников кто-то спрашивает, где резать? А я понял, у рыбников кто-то спрашивает, где резать? Что там? Кто-то с гильотами, типа не гильотина, наверное, не знаю. И вот так спускают курорт с каждой рули. Малент второго кальмара поймал. Вот сейчас он красный. Пройдет пару минут и он станет белым. Вот так выглядит живой кальмар. Потом его солят, сушат и будем расплевать к его. Но я не знаю, что у меня есть маленький, только... Больше, чем маленький. Но сегодня я думаю, что он такой же размер. Но это не так хорошо. Дальше. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Включаем прожектор Рыба, кальмары и все что живет Идет естественно на свет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поймали мы вчера 12 кальмаров и 46 тунцов Сейчас я расскажу рецепт как замариновать тунца Для мариновки естественно нам необходим тунец Режем его на такие кусочки Посуду в которой будем мариновать Соль, перец горошком и лавровый лист Насыпаем соль в посуду Затем укладываем один слой рыбы Соль желательно использовать крупного размера Но у нас к сожалению ее нет Кстати по этому рецепту можно мариновать абсолютно любую рыбу Не обязательно тунца Если взять речную рыбу То идеальный вариант это конечно толстолобик Если покупаете То покупайте небольших до 2 кг Иначе будет немного отдавать речкой Выложили слой рыбы Теперь также посыпаем ее солью После того как посыпали солью Добавляем лавровый лист После лаврового листа посыпаем перцем Горошком Если есть мельница Можно через мельницу промолоть Затем все повторяем Слой рыбы Соль, лавровый, перец Так уложили всю рыбу Сверху немного можно добавить соевого соуса Затем накрываете крышкой Или заматываете пищевой пленкой И отправляете в холодильник на сутки Сутки рыба солится Затем на следующий день достаете И хорошенько каждый кусочек промываете От соли под водой Вымачивать не нужно Просто промыли и все Затем также все эти кусочки Укладываете в посуду И заливаете уксусом Чтобы уксус покрыл всю рыбу Если уксус 4% То это очень хорошо Его смело заливаете и все Если у вас 9% уксус То мешаете его с водой в пропорциях 1 к 1 То есть 50% уксуса 50% воды Залили уксусом Снова на один день в холодильник На третий день вам понадобится Лук, перец молотый или горошек Не важно И емкость в идеале что-то стеклянное Можно взять, к примеру, трехлитровую банку И затем начинаете выкладывать рыбу В эту емкость слой за слоем Слой рыбы, слой нарезанного лука И немного поперчить Снова рыба, лук, перец Рыба, лук, перец Как рыба закончилась Можно ее немного утрамбовать И все это дело заливаете растительным маслом У нас растительного масла, к сожалению, нет Рыбу я залью оливковым маслом Думаю, хуже от этого не будет Все, снова в холодильнике На следующий день можно употреблять Рыба получается просто обалденная На этом все Делайте репост Всем приятного аппетита Экспериментируйте Всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова